Борьба до самого конца. 402 метра. 1-1 счет в серии. Все как вы любите. Всем здравствуйте, вы на канале Технолог. Сегодня у нас Versus Pro битвы. Мы находимся на Федоровке. Это один из этапов зачета Кубка Сибири. У нас несколько классов. US и US Pro. US это класс с 12,2 до 11,2 секунды. И US Pro это Unlimp, то есть профессиональный, из 11,2 секунды. Начинаем мы с класса US Pro. Более быстрого класса, в котором борется BMW 340 F30, Porsche 911, 992, Toyota Chaser, Toyota Cresto, BMW M4. Ну и Саша Ропотцевич на своей ВАЗ-2114 очень подготовленной, заряженной 4-чки стреляет просто пушка. Зовут меня Ропотцевич Александр. Из Новосибирска, пилот из Новосибирска, пилот в теме драфкрейсинга с 2008 года. Собственно, оттуда идет начало истории этого проекта, этой машины. Ну что, так по спик-листу, если пройтись. Это турбина, холсет, если я не ошибаюсь, мы 55-й, я все время забываю, 52-й или 55-й. 52-й. По турбокарте, то есть ориентировочно, там 600-800, как было, шатинных сил его возможности. Мотор Opel C20 XE. Ну и Виталий показывает 11.3, время далеко его не лучшее. А вот Александр 10568. А пока у нас идет небольшая подготовка к заезду, хотим вам посоветовать наших партнеров. Qumir.ru Это доставка автомобилей из Японии, Кореи, Китая. Электрички из Китая. Возможные автомобили из Японии. Их можно доставить. Люксовые и интересные автомобили из Кореи. Доставка из Европы и Америки. Qumir.ru Ссылка в описании. Оставляйте заявку, с вами свяжутся. Так, а это Владимир. Он же турболова. Да. Расскажи, как настроение. Да все хорошо, переживаем немного. А так, в принципе, все отлично. Кто вчера приехал? 11.6. Сегодня рекорды ставим, нет? Нет, наверное. Будем стабильно идти к одному. Ну, дай бог, что можем что-нибудь... Как получится, посмотрим. Сейчас главная процедура старта, чтобы была правильная у Вовой. У Максима проблема. У него сложно раздувается машина, а он... Но он же раздувается заранее. Заранее раздувается. Все готово. На стейше поднимает обороты старт. И лучший старт за Максимом. Ой, какое время подарил-то Вова на старте для Максима. Прямо оттал наезд, получается, Владимир. Да. И уже отсюда невооруженным глазом видно, что... Здесь брейкаутов нет. Ехать можно максимально быстро. И Максим сейчас показал, что за счет времени реакции можно пройти своих соперников. Юлианов Максим показывает 10. 985. Вышел на 11, Максим. Да, Владимир 11.17. Что ты рассказал? У тебя стоп, не стоп? Чуть-чуть нет. Стоп, чуть-чуть один, да? Два. А сколько сил примерно? 750 от нас. Курпс? Да. Все, понял. Нас дальше ждут прям очень крутые автомобили. Это Порш 911, 992 кузов. Едет он, он едет на стейдже, едет 9,7 стабильно, 402 метра. Хорошо пуляет. Ну, как и все Поршики, которые на стейдже стабильно пуляют, пуляют и получают. И все готово. Престейк. Хорошо угадали светофор, но Порш не оставляет никаких шансов, как автомат. Выстреливает и каждый раз заезжает. Идите, иди, иди, секунду. Ну, а этот ролик делает команда teammate.ru. Если вам нужен ролик для продвижения, социальной рекламы, любой рекламы, либо снять какой-то интересный фильм и сюжет для продвижения вашего бизнеса и компании, teammate.ru. Ссылка в описании. Крутой вот видеопродакшн. Слушай, а расскажи, что у тебя встречает? Какая турба, сколько сил такой стоит? 58, 70. Рассижен, стейдж, ну, это четвертый. Четвертый, да. Товка. Топливная переделанная вся. Подача воды для охладения календров. Сколько сил примерно? 700. Ну, а на старте Круглов Сергей, BMW, Емельянов Максим, Тойота Креста. Уже раздувается. Максим поднимает обороты. Фальстарт. Фальстарт для Максима, к сожалению. И так было меньше шансов, но и... Еще и фальстарт пытался за счет времени реакции выхватить, не получилось. Ну, выставляет тоже Максим на пресс-стейдж. Виталий, стейдж готов. Максим поднимает обороты. О, лач там. Есть! Хороший лач, Максим, израбатывай. Очень хорошо пошел. Да, проходит. Смотрим, смотрим светофор. На все деньги поехал, Максим. Победа Тойота Креста в этом заезде. Ну и время Виталия Витмана 11 секунд ровно, вообще без тысячных даже. А у Максима, ну, сегодня точно его лучшее время 10664 времена у Максима. Раздувается Владимир. Выезжаем. Единственное место, поехали! Что вы начальник? Что творит Владимир? Видеально стартанул Володя. Догонит Александр или нет? Не догонит четырка. Время реакции было хорошее, в отличие от его соперника. Победа Владимира! Да, это битва же была по нижней сетке, правильно? Ну, сейчас у нас будет заезд Бунгер Андреев против Круглова Сергея. Это выход, битва за выход в финал. Все, все готовы, на стейже готовы. Поднимает оборот в старт. Ой, какой-то близкий заезд. Какой близкий заезд. Посмотрим сейчас, что у нас получится. БМВ все-таки проходит Порщ. О! И время реакции 37-31, получается. Очень близко все было. Чистая Круглова 9,553. Пока еще не лучше 9,4 у него было. Лучше 10,949 он ехал. Ну и Порщ ехал тоже лучше, потому что 9,7 это тоже не лучшее его время на сегодня. Да, подъезжает Максим на оборотах, выставляется на стейж у Андрей. Макс готов на стейж и максимально дует. Ждем старт, пошел! Старт на Порше. При старте лучшему Порше, естественно, побеждает. И Порше, я думаю, что безоговорочно. 0,100, 2,55. Так, и Квотер 9,72. Но он лучше чуть не пойдет. Он стабильно ехал. Стабильно, да. Просто стабильно. Реакции, я думаю, вывозить его придется. А у меня нет вариантов. У меня педаль тормоза пока до конца не отпустится. Клот не стартует. То есть я отпускаю по желтому. А у него пока педаль окончательно концевик не отпустит, он просто стоит на месте. Ну, ты чуть-чуть, получается... Мы думали ее подпружинить сюда, но там, типа, упирается цилиндр. Короче, ну, это задержка машины. Ну, слушай, в любом случае он стабильные свои времена показывает. Нет, надо было светофор тестить, тестить, тестить. Ну, у меня 2, 3. 2,3. Лучшее? Стабильно показывал на клею в Москве. Это еще один заезд, но это уже в финале заезда. Едут они второй раз. Нету поражения у Круглова Сергея на BMW 340 на стейдже. Против него будет Андрей ехать на 901 Porsche. Есть возможность, если возьмет сейчас Андрей на Porsche заезд, то будет еще один заезд. Ну, если победит Сережа на BMW, то все, он победитель. Первое место. Говорит, в дрэк-рэйсинге есть такая. Итак, как говорят... Абсолютная тишина. Поднимает обороты. Не стреляют. Абсолютно, мне показалось, за Porsche. Да, Porsche берет старт однозначно. Сережа! Сереже не везет этот заезд. И 1-1 в серии. Второй финал мы смотреть не будем. Нам ждать еще одну битву. Поприветствуем! Как я и говорил, если получится на реакции взять Андрюхин на 911, все, он Серегу проходит. И будет еще один заезд. Прям максимально финальный будет. Вот то, что мы любим, когда много заездов. Борьба до самого конца. 402 метра. Кайф! Получим наслаждение от этого заезда. Очень тихо, волнительно. Финал US Pro. Финальный заезд подъезжает. Теперь я уже буду молчать. У нас тоже. Все, есть при стейдж Борж, стейдж. Оба все можно поднимать. Поехали. Пытался Андрей на времени реакции взять. Вот теперь уже. Но в любом случае досмотрим борьбу до конца. Потому что ехал Андрей до самого конца. Поприветствуем еще один заезд. Нет, нет. Нет. Нет, нет, все. Круглов Сергей становится победителем в классе US Pro. У обоих был фальстарт. Класс US. До 11.2 секунды. Нельзя выходить из 11.2. Значит, будет брек-аут. До свидания. Как минимум в одном заезде. Здесь у нас борется очень интересный автомобиль, как Chevrolet Corvette Z06 на 659 лошадиных сил. Mercedes AMG E63 S на 612 лошадиных сил. Против них едет Audi S4 на втором, наверное, даже чуть-чуть не с третьем стейджа. Я бы назвал стейдж 2 плюс плюс. Вот так вот. Потому что третьего там стейджа нет. Который порядка 500 лошадиных сил. И в этом же классе так совпало получилось, что Женя едет на BMW X6 M. Вот так вот едет с такими монстрами. В общем, класс US. Очень интересно. Corvette E63. Просто пушка. X6 M, S4. Эти машины уже едут по нижней сетке, потому что они проиграли по предыдущему заезду. Мы вам не показали. Там были фальстарты, либо просто не получился заезд. Вот. Соответственно, они опустились в нижнюю сетку. И вот они появляются у нас на прямой 402 метра Федоровки. Да, выставляются на старт BMW X6 M против Audi S4. Выставились. Готовы. Ничего не мешает. Теперь вот в этот раз Евгений все правильно совершил. И старт. Старт. Отлично. Ну, мне как бы казалось, что он так прям борется очень хорошо. Времена у них близкие. Времена Audi 11665 и времена BMW 11752. Да, Евгений мне говорил вчера, что не знает, как попал в этот класс, вывалился. А сейчас он показывает очень даже хороший класс, где-то на десятку проигрывает. И сейчас у нас по верхней сетке попадает E63 Corvette. Вот мы так ждали этого сопротивления. Оно у нас есть. Если даже кто-то из них проиграет, там все равно будет возможность вернуться. Смотрим E63 Corvette. Сжимаем кулачки. Машина очень близкая, очень интересная. Редко встретишь такие битвы на 42 метра на драгрейсинге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стеиджи, стейджи, все, готово, поднимают обороты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сейчас будет битва по нижней сетке, где будет ехать, возможно, Corvette против Audi S4. И кто-то из них попадет снова в финал к Мерседесу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто побеждает, двигает в финал. Corvette, либо Audi S4. Полный привод и задний привод. Ну, такие вот, такие вот интересные битвы, где Audi S4 далеко не стоково, ауди S4 бьется против грозного AMG E63 и не менее грозного Corvette заднеприводного. Как он круто и эффектно смотрится. Можно ехать на нем без крыши. И сегодня мы видим его на драге с прогревом резины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выставляется на Престейдж. Александр ждет Вадима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выставляется Анна, Вадим, есть. Теперь оба на стейдж. Вадима ждем на стейдж. Есть стейдж, принимают обороты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пускай едет до конца, хотя бы узнаем лучшее время. Пытался подгадать, чтобы выиграть Вадима. Да, сбрасывают уже в конце. На результат это никак не влияет. Corvette у нас в финале будет биться против Mercedes AMG E63. Снова мы увидим эту битву. Да, я саня сделаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, вы на кого ставите? На Саню или на Вадика? Да, Вадос может. Вадос может, если... Я, короче, думаю, по времени реакции, если Вадик хорошо статанет. И сейчас спустить колеса. Да. Ждем старт. Очень эффектный заезд. E63 против Corvette. Кто победит, я не знаю. Одно поражение есть у Вадима на Corvette, поражения у Саши нет. То есть у него есть возможность еще попытаться, попытаться побороться. Даже если он допустит ошибку, будет еще один шанс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и на старте на пристейдже и стейдже ждут того пилота Щелгавит Александр. Ищеренков, Вадим, финал. Еще есть на стейдже есть, стейдже есть, стейдже есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрим, смотрим. Очень большое время реакции у Александра. 0,89 и 0,557 у Вадима. 11,654 у Вадима на Corvette и 11,421. 1,1 получил? Да, и 1,1 счет в серии. Несмотря на то, что Александр был быстрее по времени реакции, но очень сильно пропустил своего соперника. И проигрывает в этом заезде. Еще один заезд получает. Еще один заезд. Без права на ошибку. Какой же арки класс. Получается, за эту битву уже сейчас будет третий заезд. Максимально объективно, 1,1 счет в серии. Все, как вы любите. Только на канале Технолог. Ты, у тебя старт был плохой. У тебя 0,100 были, платили, ты вообще не плохая. Ты только нахожула, а не разъедлен. Пусть остывает. Куда остывать там у тебя? Две с половиной минуты. У кого атмосферный? Да, нет, конечно, компрессор. Так атмосфере тоже тяжело в жару. Компрессор, у трубина могут хотя бы воздух нагнать. Нет, это не на BMW, наоборот. Чем я чаще езжу, тем могу. У меня на BMW такая же, только масло меньше ста, падает. Все, все, не едет машина. То есть, блядь, я не знаю, просто он не пробовал ни разу. Поэтому он даже не шума. Нет, а тут компрессор? Нет, мы пробовали. А, да? Ты 2-3 заезда делаешь, она вообще не едет потом. Все, горячий воздух ее убивает. Я же когда настраиваюсь, я там 50-100 ланчей подряд делаю, она быстрее и быстрее. А ты помнишь, что я ездил тогда на это, когда 10-3 показал, у тебя просто заезд за заездом был? Заезд за заездом, я улучшил время. Вот, смотри. Все, мы ждем третий заезд, третий заезд Chevrolet Corvette против Mercedes AMG E63. Задний привод, полный привод и смотрим ребят на старте. Все, подъезжают ребята. И смотрим, смотрим, финальный заезд, кто выигрывает МЦС, с тобой заезд. Выставляются оба на PreStation, Александр, ждем Вадима. Все, все, готово, поднимаются обороты и поехали. И поехали. Ну, брейкауты главное еще, чтобы не было. Ну да, есть такой вариант, смотрим в нас. И нету все четко, победа. Mercedes выигрывает. Побеждает Mercedes. И время Вадима 11.614, время Саши 11.344. Реакция Вадима 0.5, да, проспал. И время реакции у Саши 0.3. Хорошо стартовал, хорошо поехал, стабильно. Победа в этом заезде, Mercedes. Все-таки быстрее Corvette на 402 метра в сегодняшних заездах. Я думаю, на этом все. Да. Всего доброго, удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»